Мишенька, я тебя сердечно приветствую И мы все ждем, когда мы с тобой будем говорить О встрече с чудом, о котором ты обещал Да, кстати, для юмора я тебе хочу сказать Мне Любовь Абакумова, участник нашей школы Она сразу заметила, что ты, оказывается, ключа-то не знаешь А у меня был такой случай в жизни Когда в Дагестанской правде Когда я был в Махачкале все время Я же там родился Был там человек, который помогал мне статьи В Дагестанской правде публиковать о методе ключ И вот когда я уже был в Москве Он как-то приехал ко мне в гости И там он не только публиковал мои статьи В Дагестанской правде Он еще и комментарии писал замечательные И я ему говорю, давай попробую это И он вдруг, я ему сказал, представь, что руки пошли А зачем, говорит, это делать? Я так удивился А потом я говорю, ну ты представь, посмотрим Он представил, что руки пошли И руки пошли И он говорит, слушай, какое удивительное состояние наступило Как будто страх ушел, все ушло А я говорю, ты что, не знал, что ли? А он, оказывается, и не знал об этом Ты представляешь, он удивился Вот так бывает, что журналисты Они не знают, когда публикуют У них нет любознательности узнать, о чем он вообще публикует Это было так смешно Но вот теперь Абакумова определила Из того, что ты рассказывал в прошлом нашем ролике совместном Что ты не знаешь тоже метода ключ Да, ты не знаешь Потому что она, знаешь, как определила Она же участник нашей школы Человек будущего хомо-футурис И все приемы знают И она, знаешь, как определила, Мишенька? Потому что ты сказал фразу в прошлый раз Что мы определяем Ты определяешь, когда с детьми работаешь А типа ключ, что он для чего-то И она поняла, что ты просто не знаешь о ключе Что это такое Поэтому это очень показательно Что есть люди, которые слышали звон Да не знают, где он Это прекрасно Да, но ты все-таки после нашей встречи Посмотри, что такое метод ключ Да Теперь, пожалуйста Я для юмора это рассказал Это не записывается или записывается? Конечно записывается Это прекрасно Сначала записи Наташа Газдела и сначала записи Иначе мы с чудом каша будет Никакой каши не будет Вот теперь рассказывай про чудо Потому что я сказал очень важное Потому что много людей про ключ слышали Но даже знать не знают, что такое Они теперь на нашем канале посмотрят Что такое метод ключ Получается, как из той серии Я ваши книги не читал, но я думаю Это один из академиков выступал Новосибирской академии науки Когда ему дали первому слово Лаврова Ну давайте вернемся к нашей теме Значит, в прошлый раз мы немножко говорили О мозговом шторме Я хочу напомнить, что мозговой шторм Это активизированный метод проб и ошибок Все, закончилось Теперь поговорим о чуде О встрече чудом Давай Поговорим о встрече чудом Поговорим о создании чудо Вариант Так вот, по встрече чудом Хочу привести такой пример Когда я проводил семинар Во всей стране, в разных городах В данном случае Это с находки Судоремонтом объединения Попросили объяснить Как работаем с детьми А опыт был четвертый класс и старший Вот, значит Меня в машине Я узнал, что везет меня в детский сад Привезли в 15 детский сад Города находки Я завязчиво говорю Извините, произошло недоразумение Вы хоть покажите Чем вы занимаетесь Она мне показала Хватик потерял Герметрические фигурки И так далее С этими глубокими знаниями Меня впихнули в антитуды Там любопытные Пятилетки сидят Пришел мужик Разговаривает На непонятном языке Но мы Последствием Общий язык Показал я им тему Ресурсы Например Как они поняли О чем речь идет И дает задачу Мы придумали задачу Для космонавтов Игра для космонавтов Влюминатор Ну Там планета пролетит Туда-сюда На это очень редко Задувает То есть подвел их Решение Рисовать на стекле Морозом Ну как в детстве рисовали Я говорю Хлоп сидит передо мной Четыре года Значит Что ли это надо Печка нахуй Ну хорошо Объясни Зачем печка Ну говорит Палик замерзет Печка в воде Чем палец не замерзет Понятно А их Учат отвечать Полным ответом В этой задаче Главные ресурсы И они поднимают руку Идут на взлезы Смотри сейчас Он Слово забыл В этой задаче Главные ресурсы Я бы не волнуйся Воспокойся Воспокойся Смотрю Опять идет на взлезы В этой задаче Главные ресурсы Мысли Вот тут Уже я Обалдел Я впервые В жизни Слышал Главный ресурс Мысли От пятилетнего Ребенка Вот тебе Встретят Чудом Я понял Что я вообще Не стою Аудиторией Занимаюсь С тем Континентом И когда Приехал в Норильск Пошел в управление Дошкольных учреждений Тогда Сады были Ведности У меня У меня Сотни садов Норильск Пришел Там Сидит Начальница Я рассказываю Она говорит Вы знаете Я понимаю Почему этим Не занимается Академия Педагогических Наук Вы знаете Я общаюсь Инженер Электрик Чем занимается Академия Педагогических Наук Я не знаю Они наверное Просто не знают И в этом Разговоре Рядом была Одна женщина Она оказалась Директором Директором Детского сада Она говорит Вы никуда Не идете Вы идете В мой сад Работайте С моими И воспитательными Как начались Регулярные Занятия По детским Садам По кризу В детских Садах Это произошло В 87 Году В 87 Году С 87 По 91 У меня Прошли Обучение По 40 Часовым Семинарам Больше 5000 Воспитателей В начале Класса В разных Городах Сами Понятно Что ты можешь Сказать Сегодня С высоты Своего Возраста И сегодняшнего Времени Про нашу Школу Современную Вообще Про школы Сегодня В России Пора же Наверное Им это давать Нет Ну У меня Программа Разработана В Навигаторе Красноярского Края Министерство Красноярского Края Оно Отвердено По 30 Для Начальный Курс И для Продвинутых То есть Начальный Курс Это Где-то 7 7 Удивить А для Продвинутых Как бы Второй Курс Это Где-то Могут Люди Посмотреть Вот Например Кто-то Зайдет Сейчас Новичок К нам На Канал Посмотреть О чем Ты говоришь Где он Можете Посмотреть Ты ссылочку Прошлешь Мы Поставим Там Надо Зайти В Министерство Образование Красноярского Края Там Программа Навигатор Там Должна Быть Программа Если Ее Не Удалим Понятно Ну Ты Может быть Ссылочку Прошлешь И мы Тоже У меня Нет Ссылки Я Сейчас В Санкт-Петербург Переехал По поводу Того Что Происходит Сейчас Где-то В девнадцать Первом Годом Я Встретился С Генрих Камцаул Очень Был У него В гостях Он Говорит Я Подсушил С детскими Садами Я Говорю Да Ну Он Говорит Представь Что Ты Министр Образования У Тебя Все Деньги Есть Все Есть Ничего У меня Нет Программ Нет Обученных Специалистов Нет Литератур Книг Нет Ничего Нет Деньги Есть Ну и Что Сегодня В различных Городах Советской Союз Прямо Я Хочу Сказать У нас В учебнике По Физкультуре До Десятых Одиннадцатых Классов Профессора Матвеева Там Как раз Таким Метод Саморегуляции Ключ Синхрогимнастика По методу Саморегуляции Ключ А ты Мне как-то Силочку Пришли На это Чтобы я Посмотрел Ты Прошлый раз Показывал Главное Я хочу Тебе Сказать Есть Миллионы Упражнений По Физкультуре И Вот Это И Вот Это И Лыжные И Плавательные Упражнения И Теннисные И Волейбольные Какие Хочешь Миллион По Методу Саморегуляции Ключ Принцип Индивидуального Подбора Путем Перебора По Критерию Минимального Усилия Когда Человек По Степени Комфортности И Скорости Автоматизации Начатого Действия То есть Ты Начинаешь Делать Какое-то Повторяемое Действие Если ты в ритм Его входишь Быстрее А в это Действие Медленнее Или в это Действие Медленнее Значит Ты выбираешь То, что Тебе Больше Подходит Вот Сейчас Когда ты Подобрал То, что Тебе Подходит У тебя Возникает Автоматическое Продолжение И Вот Это Продолжение Автоматическое Можешь Сделать Вот Так Представить Себе, что Руки Автоматические Пошли Они На Автомате Пошли То есть Сам Переход Это есть Так называемый По-современному Квантовый Переход Вообще-то Это Триггерный Переход В мозге Когда ты От стресса Выходишь На состояние Внутренней Безмятежности На состояние Свободы От шаблонов Мышления От авторитетов Вот это Состояние Как раз Таки То, что Называется У Будды Нирваны То, что Называется У психологов Дефолтом Работы Мозга Потом Когда ты Вышел На это Состояние Легко Вышел Или Вот таким Приемом Вышел На автомате Или Таким Приемом Путем Перебора То, что Тебе Больше Подходит То, что Легче Вы Найти То здесь Этот принцип Вместе С принципом Обучения На основе Повторения До выработки Автоматизма То, что В тренировочных Процессах И в обученческих Процессах Повторением Отучения Добавить Принцип Ключевого Подбора Индивидуальных Приемов Это в комплексе Дает Такой Взрывной Эффект Потому, что Люди могут Сегодняшнем Компьютере В интернете Подбирать Себе Те приемы И действия Физкультуры Которые Им точно Подходят И сразу Дает Потрясающий Эффект Для оздоровления И для развития Творческих Качеств Творческой Личности Это даже Я променял Для подготовки Испытателей Марс 500 Марс 500 Они обучались Значит Которые Уходили На изоляцию Они обучались Этим Приемом Чтобы Там В этой Изоляции Долго Находиться Там Год Почти Не находились Это Очень Интересная Вещь И сегодня Людям Которые В интернете Работают Сегодня В этой Неопределенности Принцип Подбора Путем Перебора На выход В это Состояние Безшаблонного Мышления О котором Говорил Аль Шулер Там Где Нет Шаблонов Там Где Нет Авторитетов Там Где Нет Страха И Там Где Человек Может Изобретать Снятие Психологической Энерии Говорил Об этом Да Именно Ты Прав Именно Ты Прав Вот Такие Дела Спасибо Тебе Мишенька Я Тебе Очень Люблю Уважаю Ты У Нас Такой Большой Новатор Работаешь С Детишками Давай Одно Чудо Было Что Ты Ключанец Знаешь Самые Друзья Теперь Давай Ключ Да Я Хотел Поговорить О Чудесах Способы Защиты От Нешних Водействий Давай Я знаю Три Способы Защиты От Нешних Возвращений Первый Способ Это Не я Придумал Первый Способ Это Ставим Блок Энергетический Или Механический Защищаемся Да Ну Тут Все В принципе Понятно Второй Способ Защиты Когда Я Называю Рикошет То есть Когда Мы Не Защиту Ставим А Удар Отводим В сторону Я Приведу Пример Чтобы Было Понятно В уши Есть Вид Борьев Удар Называется Удар По носу Сопровождение Удара По носу Значит Идет Удар По носу Не Лобовой А Мы Поворачиваем Голову Чтобы Лобового Удара Не было Сопровождаем поворотом носа, потом наклоном головы, потом наклоном туловища, потом наклоном всего туловища, пяткой, левой ноги, сопровождаем, усиливаем удар в стату. Не дай Бог, с тобой встретится в темном переломе. И у противника перелом. Я сейчас покажу на примерах, чтобы было понятно. Когда мы идем по ступенькам вниз, представьте, что одна ступенька выше. Уже ноги привыкли, что через напряженное расстояние у тебя упор, да? А выше ты падаешь, ты попадаешь в пустын, падаешь, теряешь равновесие. Это когда спускаешься. А когда поднимаешься, то ты цепляешься и летишь носом за счет вот этого высока. Вот это второй способ. Изменение направления удара. Это применяется у нас, река Света, применяется в защите, допустим, броней. Ну, во многих, кстати, вещах. А третий способ я изобрел на собственной шкуре. Значит, в четвертом классе меня привезли из Дальнего Востока. Никаря, который приехал в Курильские острова и Туру, в Сопках. И у меня сверстников не было в моем возрасте, в воинской технике. Я общался больше с природой. У нас было принято так. Если человек сказал слово, то обязательно сделают. Оказывается, ничего не значит. Я приехал в Ленинград, центр цивилизации. Оказывается, можно говорить все что угодно. И ничего не делать при этом. Слушай, ты на пирата похож, с прикрытым глазом. Вот так вот. Очень интересно. Очень интересно. Так, ну-ну. Ну, в общем, короче, я сделался посмешищем. То есть надо мной ребята смеялись. Меня никто не бил. Ничего. Но смеялись. Потому что я когда открывал рот, вокруг начинались смеяться. Я принимал за честную монету все. То есть я тихоря ревел. А на кого жаловаться? Меня никто не бил, да? Ни учительницы, ни родители. Ни петеря ревел. Мне уже было решать эту задачу. Проблем решать. Я ее решил следующим образом. Я перестал давать от себя информацию, которая вызывала смерть. Здрасьте, до свидания. То есть я отказывался. Общался с ребятами. Здрасьте, до свидания. И ничего. Больше никакой информации. То есть смех прекратился. Общаться-то надо. У меня вообще было ощущение, что я попал в звериницу. То есть у меня люди воспринимались как звери. Я проводил эксперименты. Садишься в транспорт, где сиденья, травяется лицом к лицу, двое на двое. И смотрел в глаза впереди сидящего. И я очень редко кто выдержал взгляд. Я пытался понять, какой зверь в этом человеке сидит. Я же говорю, ты на пирата похож. С тобой опасно встречаться в темном периоде. И потому, как он вставал и шел, по походке определял, тот зверь или нет. Вот ты, елки-шалки. Это развлечение четвероклассников. Понятно, понятно. Вот оно оказывается. Но общаться-то хочется. Понятно. В виде сверстников я не общался, потому что я был посмешечем. Белый воронник. Я нашел общий язык с восьмиклассниками. Восьмой класс и девятый класс во дворе. Такой у меня резьбу вообще не подпускали к себе. Вообще. Ну, кто им мог рассказать, как разделывать китов? Кстати, китов разделывает пилой дружбы. Большая пила дружбы. Как слоеный пирог нарезать. Напишите. Как разделывать крабов? Крабов видели в баночке. Когда в магазинах... Понятно, понятно. Значит, а краб, значит, когда на телеге привозят полтора метра в диаметре с разлетом, хозяйка берет за клесню с телеги и тащит по земле этого лодца, приходит во двор, наступает на панцирь, выдирает ноги, выдирает клесню. Все это кладется в большую кастрюлю, варится и нарезается. И вот это вот, то, что в баночках, это вот, то, что в этих лесах. Кто мог рассказать, как икру ловят сачком? Когда кита шла метать икру, то мы с мамой сачком, она меня брала. Мы ходили, там, да, не видно. Идет косяк сплошной по реке. Цепляешь сачком, достаешь рыбу, икру в ведро, рыбу в воду. Вот приходишь домой, и трехлитровая баночка, значит, мама промоет это дело. Посоль, пол часа она должна поставить. Берешь ломтик хлеба, и ложку столовую, и трехлитровочку приговариваешь. Если ты не съел, немного осталось, а оно подвяливалось и шло на корм с коппением. И когда меня привезли в Ленинград, то, ну, по субботам тогда, 60 дней, у кого было, по субботам мы у родных собираемся, и мне бутерброды с этой икрой, с маслом туда-сюда, мне говорят, это витамины, полезные, мы такой не едим, мы такой выбрасываем. С тобой опасно встречаться. Поэтому ты мастер-трис. Мастер-трис я не по этому, это виноват, это Альчхуллер, после того, как я с детьми начал заниматься. Смотри, что получается. Значит, третья суть третьего способа. Когда идет воздействие со всех сторон, у них не хватает сил, чтобы выдержать это, нужно произвести резкое сжатие, создать вакуум и уйти во времени и пространстве. Уйти в сторону. Вот я привел пример общения с восьмиклассниками, девятиклассниками. Они с удовольствием со мной, весовые разные категории, с удовольствием со мной общались, а я с удовольствием с ними общался, потому что у меня было нормальное человеческое общение без посмешивших. Посмешившихся. Вот еще разок, значит, со всех сторон идет взаимодействие, значит, ну, нужно создать вакуум. Энергетический полевой безразий. И уйти в сторону, уйти во времени и пространство. Это я видел на примере своего учителя Альцулера. Значит, когда он получил 25 лет, то надо было выживать, а у него же идея была создание теории. Нужно было работать на теории. И он отказывался от работы. Значит, он посчитал, что на шахте, значит, тот, кто выполнял план, получал 1,4 кг. Ну, техника безопасности туда-сюда, значит, много народу погибало. А кто не работал, получал 400 грамм. Доходя, где получали 400 грамм. Он решил, пусть он будет получать 400 грамм и продолжить, так сказать, свою работу. Работать в этом ключе. Его в качестве воспитательной работы пригоняли из лагеря в лагерь. Как-то прибыв в один из лагерей, он попал к ворам в законе. Они же не работали. Ну, они, там, значит, были в лагере воры-сутки, так называемые, воры в законе. И руководство стравливало их. И воры в законе готовились к отражению нападений. Значит, ну, там, точительники, точительники, билы и так далее. В общем, что он имеет, он ничего этого не умеет. В общем, ему выделили красный угол. И 4 часа в день он должен быть рассказывать фантастику. Сначала рассказывал то, что помню. Потом начал сочинять. Результатом вот этой работы явилось то, что он после освобождения занимался фантастикой. Писал книги по фантастике. Одна из книг у тебя есть. Его расскажем. Да, я заодно хочу показать, кто не видел. Есть вот одна из книг от Шулера. Создателя школы Трис. Результатом этой работы явился регистр фантастических идей, который низа, но пола двухтизиски они. Значит, смотри, он вышел в другую плоскость и занимался вот этим. То есть продолжал работать на теории. В один прекрасный момент потушили свет и началась резня. Темный момент. А он был в углу, там швабра стояла. Чтобы его не прирезали ненароком, он водил швабры из стороны в сторону. Ну, когда процесс закончился, стали разбирать у кого чего. Вот, значит, какие-то удары непонятные. Непонятно, чем удары. Расилий, чем ты занимался? Я вот этим занимался. То есть его судили. Ворог закон. Ахан сказал не трогать, а оставить покой у нас другого рассказчиками. Вот пример выхода в другую плоскость для выполнения работы. Как-то его присылали в лагерь. В очередной лагерь его поместили в барак с доходягами, с профессурой. Так он создал институт, в котором, значит, с одним учеником. Значит, профессура дралась за право преподавания ему предмета. И люди перестали умирать. То есть у них мотивация в жизни. В 82-м году я был на семинаре Вальшулера. Месячный семинар. И мы идем в офису, вечером гуляли, офиши, там офиша оперетта. И он начал насвистывать и напевать этого оперетта. Я говорю, я не сказал, вы что, ходили на оперетту? Негде. Лучший критик Советского Союза на губах напел все опереты. Такие были. Вот еще один выход, значит, в другую, абсолютно другую плоскость для сохранения дела. И еще пример. Как-то его в лагерь очередной, когда направили, то, значит, ему сказали возглавить технический отдел. Он отказывался тогда, начальник лагеря, говорит, идем, я тебе покажу карцер, я могу из лагеря посадить этот карцер. Карцер – это холодильник большой. Ну, одеваться некуда, в общем, стал он начальником технического отдела. Сколосил полочку, прикрепили к нему старика из темптенька, который должен был собить детку. Ну, и старик что-то смотрит на полочку с книгами. Дед, ну, что, читать-то умеешь? Умею. Ну, прости, что тут написано. О чем мне читать, что написано? Я ее сам написал. В общем, дед выполнял работу начальника технического отдела, а дюллер продолжал работу над теорией. Вот вам пример практического соприменения. Вот и так подведем на исцеление. Первый способ защиты – это блок в различном виде. Второй – преобразование, рикошет, создание рикошета. Третий способ – резкое сжатие, уйти во время и втасаться. Вот это чудо я открыл для себя в четвертом классе. Понятно. Вот теперь кто-то возьмет и использует это. И вот он сделает такой вот бонус, как даст кому-то. Бонус – это второй способ, это не третий. Слушай, я шучу, я юморист. Ты знаешь, Мишенька, сейчас нас смотрит много людей. Я хочу тебя попросить, чтобы ты дал совет всем. Чтобы что? Чтобы мы же тогда начали с Виссарионом говорить. И будем еще говорить. И люди подписываются. И он предложил два вопроса, чтобы на них ответили. И сейчас люди все пишут. Кто хочет действительно подумать не только о себе, но и о своих детях, о внуках, о жизни на земле. Когда начался учебный год, я дам своим детям в гимназии эти два вопроса. Да. Сейчас не включили. Дай совет всем. Если ты готов дать совет, пожалуйста, скажи какое-нибудь напутствие, пожелание, чтобы люди задумались над этим. Потому что если твой опыт ты передашь, то большая польза будет для людей. Посоветуй, вот как бы ты хотел, чтобы люди на что обратили внимание? Те, которые с ТРИЗом только сейчас познакомились, например. Чтобы они почитали про ТРИЗ или что? Или вопросы тебе написали? Или что сделали? Дай совет. Если рассматривать с точки зрения ТРИЗа, то есть так называемая схема талантного мышления. Когда мы о чем-либо говорим, то сейчас я объясню, чтобы было понятно. Когда рассматриваем машину, как систему машины, то ее главная функция перемещения в пространстве. Перемещение груза в пространстве. Если рассматривать основные части машины, то вот эту работу выполняет с помощью рабочего органа колес. Если нет колес, то никуда не поедешь. А можно выходить на уровень системы транспорта. Общая система транспорта. Причем люди, которые находятся на... Сейчас я объясню, приведу пример, чтобы было понятно. Человек, который находится на уровне подсистемки, ну, допустим, со специалистом по покрышкам, если ты с ним начнешь говорить на уровне системы транспорта, он не поймет тебя. Он специалист по покрышкам. То есть на уровне подсистемки. И создается впечатление у такого специалиста, что я издеваюсь над ним, или я дурак, ничего не понимаю. Вот с ребятами, когда работаю, очень важно понять, на каком уровне понимания находится собеседник. На уровне транспорта, на уровне машины, или на уровне покрышки, материала. И беседовать с ним на этом уровне. Поднять того же самого покрышечника, если он готов подниматься с ним на уровень транспорта. Если он готов, не, не, не. Если он готов, оставить его в этом счастливом состоянии. Я не организировал, он великолепный специалист. Он отдал, десятилетия отдал этой работе. У него есть изобретательный. Слава Богу. Если достаточно, оставил покой. Значит, у таких людей страх, что я его могу обокрасить. Он столько работал, и раз, и в том числе три, смогу выходить наперед себя. Вот человек, который находится на уровне над системой, он смотрит, а я нахожусь на уровне поднимания. Ну, что-то ковыряется, мужик там что-то делает. Ну, понятно. Человек, который находится на уровне над системой, его невозможно обокрасить. Если ты в состоянии взять, то ты дошел до его уровня понимания. И там идет взаимообогащение. Я взял, он дал, идет взаимообмен. Энергетика, да. Да, энергетика идет. Я их благодарен. Как я со слушательницами, когда я с ними провожу, я говорю, в аудитории обязательно найдется два-три человечка, которые своими вопросами достанут меня и заставят задуматься. Это очень важно, чтобы человек сохранял постоянное ощущение любознательности. Чтобы родители или взрослые, или какая школа неумелая, не перебили у него вот этот инстинкт любознательности. Это сколько людей испортили тем, что сказали, что твои вопросы никого не интересуют, кому это нужно. Инициативу перебили. И очень много людей стали пассивными, потому что им кажется, что от них ничего не зависит. А на самом деле любознательность – это то, что двигает развитие человека. Правда? Ну да, да. Это очень важно. Да. Причем вот эта любознательность у ребенка – я сам не могу. Да. То чудо, с которым он встретился, и главное – руки не отбить. Да. Я, по-моему, приводил пример, когда ребенок дает ответ и зацепил кто-то, в сторону программы урока. Я хватаю этого ребенка – давай, 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 пошел, пошел. Он чувствует силу полета, ощущает радость полета. Все. А у него осталось на суде. Я потерял урок, но в этом я нашел птенца. Я ребятам говорю, вы вообще-то птенчики, мы будем учить, когда будем заниматься, будем учиться с вами налетать и набирать высоту. Вот. Homo futurus, видишь. Звезды над нами и космос внутри нас. Это Вселенная. Вот я хочу вернуться к твоему вопросу. Я хочу вернуться к твоему вопросу. Я прошу прощения, у тебя перебил. Закончи мысль этого. Касай, закончи мысль, пожалуйста. Я уже сказал, ничего, я не так важно. То, что я говорю, не так важно. Я тебе очень внимательно слушаю. Почему это рассказывал? Значит, предложение слушателей будут решения давать. Это будет на уровне, так сказать, человека одного, на уровне, так сказать, народа, на уровне страны, на уровне общества. Целиком. То есть разные уровни ответы будут. То есть если, допустим, рассматривать сегодня процессы, которые происходят между Украиной и Россией, то может кто-то держит одну сторону, кто-то, так сказать, другую. А если подняться выше, то идет общий процесс. Идет общий процесс, которым, так сказать, Украина пешка является, ну, соответствующего размера. Россия является пешкой. Условное название. Другого-то сезона. А идет процессы, игра идет, идет игра на шахматной доске, и каждый выполняет определенную роль. Так вот, можно выйти на предложение, что изменить вообще доску, изменить правила игры. Мы это и хотим, сократить кризисы, войны на планете. Да, да, да. Потребность лекарства. Другой уровень. Но для этого и человек должен подняться в определенный уровень. Поэтому мы проводим наши встречи. Да, да. Как говорил Генрих Саулович, когда была конференция при Академии Новок в Новосибирске, железнодорожники собрались, и он разбирает, он задает вопрос, что такое достоинство. Мы железные задачи, при чем достоинство. Что такое умение держать? И в завершение этого выступления он сказал, слушайте, ну, это больше 200 человек было. Близости. То инструмент сегодня АРИС разработан досконально и очень сильный инструмент. Надо готовить человека, которому был в руке, можно было дать этот инструмент. Началась работа, выход на другую плоскость, работа на жизненной стратегии творческой лечественной. Это 80-й год. Прошлый станок. Вот он начал работать в этом направлении. Вот посоветую, посоветую, вот новичкам нашим, которые впервые, может быть, попали на наш канал, с чего им начать знакомиться с Тризом? Знакомиться с определением, что такое Триз. Он очень много, значит, Триз описывает определенные процессы, которые виски. Тёма Вальшулера, он когда начал заниматься вне теории, он выяснил, что наиболее сильное решение найдено тогда, когда сформулировано противоречие, конфликт. И вот дальше технология решения вот этих формулирования конфликта и решения конфликта. Хорошо. Хорошо. Пускай все посмотрят, кто хочет, кто интересуется тем, как улучшить жизнь. Пусть посмотрит. Пусть ответы и слушатели, вот когда будет Висселён Григорьевич разбирать, там будет цифровка определенная. На каком уровне предложения? На уровне на системке? На уровне общества? На уровне человека? На уровне определенного простнации? У меня такое впечатление, что вообще Россия является полигоном для испытания всего человечества. Потому что это конгломерат и религии, и народы это разные. Столько вот это намешано, как притирается, выживает и притирается. Все точки, все точки Вселенной являются такими полигонами испытаниями. У меня такое ощущение, что Всевышний создал вот это пятно, на котором испытания проходят. Есть прекрасный фильм, я когда-то смотрел много лет назад, этот фильм про полицейского и про воришку-гонщика, гангстера какого-то там. И этот полицейский все время гонялся за этим воришкой. И воришка все время успевал значит каким-то образом уходить от преследования. И вот когда был момент, когда этот воришка на своей машине подъехал к обрыву и перелетел обрыв. Перелетел обрыв и дальше поехал. А полицейский остановился и потом он, когда они встретились, он ему говорит, слушай, ты можешь мне раскрыть секрет, как ты это сделал? Все-таки мы, говорит, с тобой оба гонщики, я полицейский, а ты воришка, а я за тобой всю жизнь гоняюсь. Вот как ты это сделал? А он ему говорит, ты когда, говорит, будешь подъезжать к обрыву, дай газ. А он говорит, а зачем ты мне этот секрет раскрыл? А он ему говорит, а потому что если у тебя духа хватит, ты и так до этого дойдешь, не завтра, послезавтра, ты все равно до этого дойдешь, ты изобретешь себе это, а если не хватит, скажу я тебе это, не скажу я тебе это, ты все равно этот газ не дашь. Улетишь в пропасть. Да. Поэтому я за то, чтобы люди были любознательны, не теряли силы духа, чтобы всегда стремились к совершенствованию, я тебе очень благодарен за то, что ты стимулируешь, стимулируешь людей и детей обучаешь тому, чтобы они думали. Наша задача, чтобы человек думал своей головой, а не только подчинялся авторитетам, стереотипам мышления, чтобы он не был постоянно психологической инерцией, как говорил Лорд Шувер, чтобы он мог мыслить самостоятельно и создавать новое. То есть изобретать, решать изобретательские задачи. Я правильно говорю, нет? Да, абсолютно верно. Ну вот у меня ребята, 5 класс, работают качество творческой личности. Есть чайка по имени Лимитстон, Баха. Ричард Бах, Так вот они качество выявляют по тексту, работают с текстом и выявляют качество, находят фрагменты из текста. И вот сейчас работает над этим. Это наличие целей, умение держать удар, работоспособность и результативность и так далее. Это важно, потому что тогда человечество не вымрет. И как говорил Ричард Бах, это не звезды вечные, это мы вечные. А потому что если человек не будет любознательный, не будет развиваться, наступит очередной ледниковый период или еще чего-то. И как ящери вымерли вот эти динозавры, так и мы вымерли. Поэтому надо развиваться, надо быть любознательным, надо изучать трис, надо вообще создать и творить, а не только заниматься выживанием. Спасибо тебе. Спасибо за терпение, спасибо за вопросы. Спасибо. До следующей встречи. Всего хорошего, всего доброго. Мы договорились, что будем регулярно время от времени встречаться. Да, и будут все больше и больше людей подключаться, и мы будем заниматься тем, чтобы будем сокращать кризисы и войны на планете, на планете. И потребность в лекарствах. Это сверхцель, сверхзадача. Достойная цель по Альшулеру, нет? Достойная цель. Вот потребность в лекарствах, ты работаешь в этом направлении. Лекарства, без лекарств, лекарства, которые находятся в организме, ты используешь вот этот... Правильно, у нас есть методики внутренний доктор. Которые пробуждают вот эту энергетику, которые есть в человеке. Вот тот самый ИПР, понимаешь? Да. Понятно. Очень хорошо. Спасибо тебе. До встречи. Всего хорошего, всего доброго. Обнимаю. Обнимаю. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok